Давно уже его обменяли, он на свободе, а вот сейчас он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Иван. Да, добрый вечер. Как вы можете прокомментировать сообщение о том, что оккупанты чуть ли не собираются сделать Мелитополь столицей некой Запорожской народной республики? Да, и... Российские войска не собираются вступать с ними в коммуникацию и давать им содействие, соответственно, и нет шансов у них установить там полноценно свою власть и получить, как следствие установления власти, подчинение и содействие от наших жителей. Поэтому сегодня нет смысла говорить о какой-то российской власти, нет смысла говорить о какой-то российском желании сделать Мелитополь центром Запорожской области. Центром Запорожской области есть Запорожье, и, соответственно, так и будет оставаться. А какие все-таки настроения сейчас там в оккупированном городе? Настроения сложные, связано это в большей степени. Особенно усугубилось последние пять дней после того, как расисты полностью отключили мобильную связь и интернет. И три дня наши жители жили в полном вакууме, соответственно, у них не было возможности коммуницировать между собой, даже вызывать экстренные службы. Примерно в эти же дни расисты начали продавать карточки непонятного оператора с кодом плюс семь. На сегодняшний день массово стараются жители перейти на этого оператора, чтобы хотя бы как-то установить связь с родными, близкими и, соответственно, с территорией, которая под контролем государству Украина. Таким образом, расисты пытаются загнать в вакуум, загнать в блокаду наш город Мелитополь, тем самым отрезать от правдивой информации, от правдивых средств массовой информации и от коммуникации с теми людьми, которые находятся на территории под контролем Украины. То есть, правильно ли я понимаю, правильно ли мы понимаем, что фактически лишены возможности жители Мелитополя и окрестностей получать, например, независимую информацию из источников в интернете? На сегодняшний день эта ситуация усложнилась. Доступ к интернету есть только у тех, кто купил данные карточки оператора с кодом плюс семь. Но мы же четко понимаем, что российский интернет – это совершенно не тот интернет, которым мы привыкли пользоваться в Украине. Поэтому сегодня единственный канал коммуникации, который есть – это телеграм-каналы, это коммуникации через VPN, которые устанавливаются на телефонах. То есть, я не могу сказать, что вообще лишены возможности, но невероятно ограничены возможности доступа к правдивой информации. Скажите, есть ли факты выдачи российских паспортов жителям Мелитополя? Есть факты приема документов для выдачи российских паспортов. Уже третий или четвертый день работают пункты приема документов для выдачи российских паспортов. Четко есть перечень документов, которые необходимы, шаблоны заявлений, которые необходимы для выдачи российских паспортов. Сегодня принимаются документы. Факта выдачи еще нет ни одного, но мы четко понимаем, что в ближайшее время они все-таки... Но я хотел бы акцентировать внимание, что это еще один шаг, который ничего не означает, ничего не означает для освобождения нашего города, потому что сегодня российский паспорт это та бумажка, с которой ты не можешь куда-то поехать, это та бумажка, которая не будет признана ни одной цивилизованной страной. И это в большей своей части волчьи билеты, нарушение законодательства Украины. Позвольте уточнить, речь идет о внутренних российских паспортах или о заграничных российских паспортах? О внутренних российских паспортах. А как подается необходимость получать эти документы? Они шантажируют наших жителей тем, что без этого паспорта жители не смогут получать пенсии, пособия, субсидии, заработные платы. И, конечно же, в большей своей части они шантажируют сотрудников коммунальных предприятий, а их больше двух тысяч жителей, которые сегодня занимаются жизнеобеспечением города. Это сотрудники теплосети, сотрудники водоканала, медицинской сферы, те, которые отдадены ходить на работу для того, чтобы жизнеобеспечивать жителей города, которых более 70 тысяч осталось в городе Минтополе. И шантажируют тем, что они не будут получать заработные платы и, соответственно, не будет совсем никаких прав. Секундочку. Вот хочу все-таки еще раз уточнить, чтобы все понимали эту ситуацию. Российские оккупационные власти предлагают жителям Мелитополя, украинским гражданам получить российские внутренние паспорта добровольно. То есть это, условно, не является попыткой заставить людей в приказном порядке переходить в российское гражданство. Я правильно понимаю? То есть их туда как бы заманивают, соблазняют поменять гражданство. Ведь получение паспорта – это и есть переход из одного гражданства в другое, если называть вещи своими именами. Вы называете абсолютно логичные вещи, только логичные вещи крошистам неприменимы абсолютно. То есть, во-первых, их первый аргумент, который они дают, о том, что украинский паспорт сдавать не нужно. Это первое. Второе. Они говорят, если вы хотите получать материальную помощь, 10 тысяч рублей в месяц, которую они выдают уже, вот первый месяц выдали и собираются. Второе. У вас должен быть российский паспорт. Это два. Третье. Если вы являетесь сотрудником коммунального предприятия водоканала, чистоты, теплосети, вы обязаны получить российский паспорт. То есть, заставляют ли они или не заставляют, можно трактовать по-разному, но они создают условия, при которых люди, у которых не за что сегодня существовать и нет возможности выехать из временно оккупированного Мелитополя, пойдут, напишут заявление и получат этот фашистский паспорт. Хотя я четко занимаю позицию о том, что это нарушение законодательства, необходимо выезжать сегодня на подконтрольную Украине территорию и государство Украина сегодня закрывает все свои социальные обязательства перед бюджетной сферой и выплачивает полностью все обязательные платежи. А есть ли физическая возможность людям выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию? Четвертый день, как она появилась, это неорганизованные эвакуационные колонны, потому что такие фашисты не разрешают уже второй месяц, а на личном транспорте, либо с кем-то в машине появилась снова возможность выехать. Примерно сутки занимает путь от Мелитополя до Запорожья, но такая возможность снова появилась. Я хочу уточнить, Иван, вот момент, буквально в начале недели, да, мне кажется, было сообщение интересное от гражданочки, которая там сейчас так называемая руководительница, до начальницы военно-гражданской администрации о том, что она просится в отставку, потому что небезопасно ей оставаться на своей позиции. Ну, то есть из соображений безопасности хочет уйти. Вот, если у вас какая-то информация, то есть мы понимаем, что сообщение это так себе, как информация, но тем не менее это все равно показатель некоторых процессов, которые там происходят. Плюс-минус, если опираясь на опыт 14-15 года так называемых ДНР, ЛНР, понимаем, что это за процессы. То есть, скорее всего, подъезжают ребята, что называется, уже из центра руководить, и местных отодвигают. Ну, вот, возможно, у вас есть больше информации, что конкретно происходит вот там вот среди так называемых руководителей. Да, действительно, она попросилась уйти после тех событий, которые произошли в городе Мелитополе с взрывами, которые, по моему мнению, организовали сами же сотрудники спецслужб Российской Федерации, чтобы запугать коллаборантов. И они были еще роднее, и мы ближе. Но в итоге ее никто не отпустил, точнее, ей предложили вариант. Вариант был следующий. Это ее передают украинские силовым структурам и, соответственно, может быть свободно. Естественно, она на этот вариант не согласилась. Единственное, что она выторговала, это повышение своей заработной платы. А если быть точным, то перераспределение нелегальных денежных потоков, которые сегодня есть среди коллаборантов, в первую очередь, с воровства бизнеса, с обворования наших людей, наших бизнесменов, наших производств и так далее. Поэтому во главе угла у коллаборантов стоят исключительно денежные интересы, а уж точно не интересы жителей и территории, ту, которую они временно оккупировали и занимают. Иван, простите, последний, наверное, вопрос. А как вы оцениваете, в какую цифру вы оцениваете численность оккупационной администрации? Ну, может быть, она не существует вот так, как оккупационная администрация, но вот, грубо говоря, сколько людей, сколько вот этих самых российских оккупантов задействовано в попытке установить российский контроль. Мы сейчас говорим про оккупантов или коллаборантов? Нет, именно про оккупантов. Мое мнение, что в части установления власти, точнее, не в мое мнение, а то есть мы четко знаем структуру оккупантов, которые работают над установлением власти в городе, и это не превышает 20 человек. И вот эти 20 человек держат город в страхе? Ну, 20 человек это спецструктуры, которые держат город в страхе, а плюс у них есть военные, плюс у них есть спецназ и так далее. Я вам сейчас говорю про тех людей, которые занимаются политической деятельностью и организовывают политическое устроение в городе. Ну, а вот у них, что называется, на подхвате вот этих самых военных, полицейских, гвардейцев, омоновцев, сколько еще примерно? Вот численность тех сил, которые обеспечивают режим оккупации? Не считая армии, это от 300 до 500 человек. А коллаборантов? Коллаборантов не больше 20 человек. Понятно. Ну что ж, спасибо вам большое за ваши ответы, Иван Федоров, мэр города Мелитополь.